Добрый вечер, в эфире телеканал Акчен ТВ. Это еженедельная программа «Семь дней спорта» в студии Александр Батнарь. В ближайшие 30 минут мы вам расскажем о главных спортивных событиях минувшей недели. Осенний шахматный турнир Туам на Молдове назвал имена чемпионов и призеров. С победой юных игроков поздравил президент Молдовы Игорь Дадон, наградивший лауреатов дипломами, премиями и кубками. Одну неделю 160 шахматистов боролись за награды в двух специализированных учреждениях. Спор за победу в традиционном турнире Туам на Молдове вели в седьмой школе и республиканском шахматном клубе. Там же прошла и церемония награждения кубки и дипломы победителям и призерам вручил президент Молдовы. Со всеми лауреатами Игорь Дадон обменялся рукопожатием, устроив небольшую фотосессию. «О, молодцы! Браво!» «Традиционно проводим большое число детских турниров. Завершился очередной осенний турнир. Принял участие около 160 детей со всех районов Молдовы. Нас радует, что среди победителей и призеров есть и представители районов. Это подтверждает то, что хорошие шахматисты есть не только в Кишинёве. Шахматы развиваются и за пределами молдавской столицы. В этом году прошло много внутренних и международных турниров, в которых участвуют наши игроки. Они добились хороших результатов». Чемпионов и призёров определили в четырёх возрастных категориях. Среди восьмилетних шахматистов победу одержала Лавиния Гузун. Лучшим возрасте до 10 лет стал Никита Шелицем, а среди 12-летних равных и нашлось величий ожог. «Победа далась мне в тяжёлой борьбе. Я провела довольно много сложных партий. Некоторые мне удалось выиграть, другие я проиграла. В целом турнир получился очень сильным по уровню и составу участниц. Я рада тому, что удалось победить». «Я мечтал выиграть этот турнир. Мне пришлось обыгрывать сильных соперников. Я очень рад первому месту». Главный трофей осеннего турнира завоевал Лауренцию Панфирий, победивший в самой старшей возрастной категории до 14 лет. «Для меня турнир получился очень сложным. Провёл много интересных партий. Борьба шла до последнего матча. Чемпион определился только в последнем туре». Осенний турнир Туам на Молдове. Национальная шахматная федерация более 20 лет организовывает для самых перспективных игроков страны. Бывшая победительница данного соревнования, 17-летняя Паула Александра Гетту, накануне на Крите стала вице-чемпионкой мира по блицу среди юниорок. Великолепное выступление воевод Виталий, квартет бойцов Федерации национальной борьбы, завоевал одну серебряную и три золотые медали на Чемпионате мира по смешанным боевым искусствам. «Три золота на четверых бойцы Федерации национальной борьбы воевод трижды заставили организаторов Чемпионата мира по смешанным боевым искусствам исполнить молдавский гимн. На высшую ступень педестала почёта планетарного первенства поднялись Дмитрий Острован, Николай Делео и Василий Сбырня, завоевавшие в Италии свой первый чемпионский титул в карьере». «Я показал всему миру стилу молдавских бойцов. Перед чемпионатом мира я обещал родителям и тренеру, что стану чемпионом. Пришлось много поработать. В моей коллекции эта медаль займёт почётное место. Надеюсь, в будущем наград станет ещё больше». Юный Дмитрий Острован в свои 13 лет стал двукратным чемпионом мира. «Я очень сильно волновался, но мне удалось одолеть всех соперников. Мы показали всей стране свою силу. Дома нас поддерживали. Родители и близкие ждали наше возвращение с медалями». Второе золото чемпионата мира в свою медальную копилку положил и Николай Делео. «Когда я поднялся на высшую ступень мирового педестала, я почувствовал большую гордость. Я стоял в окружении ирландца и итальянца. Обоих соперников мне удалось одолеть. Я был очень рад, так как знал, что дома по телевизору на меня смотрят родители. Меня переполняло счастье и радость». Выступление молдавской сборной Виталий Федерация национальной борьбы «Воевод» назвала лучшим за всю историю участие на чемпионатах мира по смешным боевым искусствам. «Участие в этом чемпионате мира прославило не только Национальную федерацию «Воевод», но и всю нашу страну. На самой большой спортивной арене мира вновь прозвучал наш гимн. Для нас это большая честь. Каждый год мы прилагаем все больше усилий для улучшения результатов. Завоевать столько золотых медалей в конце спортивного года – большой праздник для нас». Последний турнир 2017 года Национальная федерация борьбы «Воевод» проведет в декабре, когда состоится республиканский чемпионат. Лучшие тэквондисты Молдовы, Румынии, Украины, России и Белоруссии вышли на лучшую спортивную арену Молдовы. В Камуне-Чуреску прошел восьмой кубок посла Южной Кореи. На футзал-арене в Камуне-Чуреску постелили четыре даянга. На лучшей спортивной арене страны собрались лучшие юные, молодые и взрослые тэквондисты из пяти стран – Молдовы, Румынии, Украины, России и Белоруссии. Он с каждым годом больше спортсменов, которые уже имеют высшую категорию. Если раньше участвовал кто хотел, теперь участвуют уже самые лучшие и по клубам. Поэтому как растет его и организация, так же растет и уровень спортсменов, которые выступают на этих соревнованиях. В ходе церемоний открытия турнира выступили молдавские и корейские танцевальные коллективы, а азиатские инструкторы провели показательные бои, разбив с десяток досок. Тэквондо очень играет большую роль в развитии сотрудничества в области спорта. И так же, настолько мне интересно, что в Молдове, где-то 5000 человек занимаются тэквондо. Это очень огромный капитал, чтобы укреплять дружбы между Кореей и Молдовой. За восьмой кубок посла Южной Кореи сражение вели 380 спортсменов. Всех тэквондистов поделили на четыре возрастные категории. Самые опытные бойцы устроили самую зрелищную схватку. Приезжают спортсмены из других стран. Они узнают, что есть такая страна Молдова, что тут очень высокий уровень соревнований. И это очень хорошо. Победители и призёры турнира получили из рук посла Южной Кореи медали, кубки и дипломы. Московский триумф молдавских танцоров Анна Матус и Габриэля Гафреда стали победителями престижного турнира, опередив 40 пар. Молдавский тандем завоевал золотую медаль на международном турнире в Москве. Танцевальный марафон в российской столице длился два дня. Пара молдавских танцоров Анна Матус и Габриэля Гафреда заняла первое место в латиноамериканской программе в самой престижной её категории Grand Slam. Победа нашим соотечественникам досталась за безупречную технику и красоту движений. РОССИЙСКАЯ КАРДА На втором месте расположилась российская пара Армен Цатурян и Светлана Гудина. За звание чемпионов боролись от совсем юных танцоров до уже состоявшихся мировых звезд из 40 стран. В июле прошлого года Анна Матус и Габриэля Гафреда завоевали золотые медали на чемпионате Европы по латиноамериканским танцам в итальянском ремене. Также в 2016 году они стали обладателями золотых наград на чемпионате мира в латиноамериканской программе среди взрослых. А сейчас время для нашей традиционной рубрики «Наши чемпионы», в которой сами спортсмены, приносящие Молдове международную славу, расскажут свою историю успеха. Сегодня гостем программы стал один из лучших тайквандистов страны Сергей Уськов. Мой первый тренер Юрий Лисовой. Мы с самого начала идем по одному пути и до сих пор мы вместе. Моя мама, ей очень нравились восточные единоборства и это было ее решение меня отдать туда. И мне понравилось со временем. Изначально я не понимал этого, но потом мне со временем очень понравилось. Блился в коллектив и отлично себя чувствую в этом виде спорта. Тэквондо мне нравится красивой техникой ног, великолепной растяжкой у спортсменов, динамикой, скоростью. То есть многие качества проявляются в этом виде спорта. Я уже являюсь мастером спорта и выиграл чемпионат балканских стран. Также являюсь призером и чемпионом многих международных турниров класса G1, G2. Я мечтаю стать, конечно же, олимпийским чемпионом, как и каждый спортсмен, который занимается подобным видом спорта. Еще до олимпийских игр будет чемпионат мира, который тоже является очень важным турниром и я на нем тоже очень хочу выиграть медаль. Для меня главное показать тот результат, который я заслуживаю, на который я наработаю. То есть если я работаю на то, чтобы быть первым, то я считаю, что этот результат и должен быть. Это были главные спортивные новости за неделю. В студии работал Александр Батнарь. Увидимся через 7 дней на Акчин ТВ. Болеем за наших! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова